Друзья мои, ну мы уже, собственно, говорили о том, что сегодня начинается пост у православных, и это, в общем, связано с определенными ограничениями, которые связаны с развлекательными мероприятиями, несмотря на то, что буквально несколько минут назад у нас состоялся импровизированный утренний концерт. Но нам хотелось бы поговорить сейчас о, так скажем, пищевой составляющей Великого Поста, в связи с чем мы представляем вам нашу утреннюю гостью, Вера Александровна Сидорова, служитель храма, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Хотелось бы поговорить для начала про блюдо, которое мы с вами сегодня приготовим. Что это будет? Мы сегодня приготовим картофельные котлеты с грибной подливкой. Картофельные котлеты? А что нам необходимо? Нам необходимо. Мы берем, замачиваем грибочки. Вот сухие грибочки, правда, это уже вот сделано. Какие это грибы? Белые. Белые, сушеные, но в общем, верь, знакомые. Да, белые, сушеные грибы. Мы сначала их замочим, потом отварим в соленой водичке. Мелко их покрошим, припустим лук мелко порезанный до прозрачности. Все соединяем и добавляем столовую ложку муки. Столовую ложку муки добавляем. Да, да, да. Так, еще у нас здесь панировочные сухари, да, как я вижу? Да, панировочными сухарями мы котлетки. Уже, да, уже потом, конечно. Сейчас вот мы делаем подлив. А, сейчас у нас, в общем, такое дополнение к основному блюду. Да, да, да. Подлив. Ну, и поскольку мы этим занимаемся уже, ну, несколько минут, чтобы процесс у нас максимально... Я хочу сказать, что здесь уже начинают запахи появляться, запахи прекрасные. А это потолочек. Да, вот у нас отваренный картофель просто в подсоленной воде. Нет, даже не в соленой. Нет, без. Ага, просто. Сюда я добавляю бульон, в котором варились грибочки. Ага. Немного бульончика. Хозяюшки, две руки, вот прям это, быстренько все у нас сделаете. Что еще нам понадобится, или как я могу поучаствовать в процессе, чтобы сделать его? Вот сейчас мы помнем, слепим котлетки, обваляем в сухарях и поджарим на растительном масле. Так, а что у нас, наверное, за приправка у нас здесь находится? Да, это приправка, вот продается в магазинах приправа для картофеля. Просто для картофеля приправа? Для картофельных блюд. Ага. Чтобы котлетки были немножечко поострее, вот добавить туда приправки и соли. Я хотела спросить, вот именно про постные блюда. Вы, как повар при храме непосредственно, считаете главный секрет приготовления, чтобы это было вкусно, в чем? Это приправа, возможно, или что-то еще? Ну, конечно, молитва. Молитвы все-таки. Да. А для вас пост в первую очередь, что это? Это соблюдение непосредственно? Что это для вас в первую очередь? Чтобы пост, самое главное, это душевное спокойствие, простить всех, кто на тебя обидел. Или ты кого обидел, у него попросить прощения. Потом только приступить к посту. То есть в первую очередь это отпущение вот этого всего негативного? Да. Если пост будет только заключаться в сокращении пищи... Это будет просто диета. Это будет просто диета, не имеющая отношения, собственно, к очищению или какой-то самоорганизации, в чем, наверное, и есть главный смысл поста. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, ну, что о том, что и постная пища может быть вкусной. Конечно, она может, но должна ли ведь? Все-таки пост – это вот, ну, какая-то форма самоограничения во имя чего-то. Да. Поэтому стоит ли потакать, опять же, вот каким-то своим кулинарным пристрастием даже в организации постного стола? Ну, я считаю, что уже ограничение идет. Мы едим мясо, рыбу, молочные продукты. Поэтому немножко для вкуса приправки или что-то еще почему-то нет. Хорошо, Юрик, на какой стадии у нас вот? Нет, это все зависит. Я вот не знаю, посмотрите. Так, подливка уже готова. Отлично. У нас здесь прям сюда вот маслице нальем. Так, а давайте мы сейчас прервемся на голос садовую. Тюриданя даст пару советов, а затем уже будем непосредственно лепить котлетки. Хорошо? Хорошо.